МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Конократ в погонах у жителей Тельманского района сотрудники правоохранительных органов украли 35 голов скота. В Караганде медики провели операцию на новом немецком оборудовании. Мирам Смогулов почитался перед жителями Майкудуга. У здания областного Акимата снова ажиотаж. На этот раз возмущаются шахтеры-регрессники. По их словам, им уже около года не выплачивают компенсацию за инвалидность. В проблеме властей и рабочих разбиралась Нурила Туржан. Ни средства на существование, ничего. Только вот завтраками кормят. И вот, ходим, обиваем пороги. Вот представитель тоже-регрессник. На что вы живете? На государственное пособие. Чисто пособие платят наук. Шахтеры-регрессники не могут получить свои страховые выплаты. Вот уже 8 месяцев более 100 бывших сотрудников шахт отбивают пороги своих работодателей из страховой компании, чтобы получить свои деньги. По словам их шахтеров, компания, которая их страхует, Альянс Полинс Лайф отказывается выплачивать им деньги, так как работодатель шахтеров Арселор Миттл не доплатил нужную сумму. Толеген Бесимбек проработал на шахте около 30 лет. В прошлом году по профессиональной болезни получил инвалидность. Сегодня он получает государственное пособие около 20 тысяч тенге. А положенные компенсионные выплаты страховой компании так и не получил. С июля месяца прошлого года, я как многие товарищи, мы не получили еще ни одной опеки компенсационной выплаты страховой суммы. Ежемесячно по договору между страхователем, то есть Миттлом Снют и Миртау и именуемая Альянс Полинс страховая компания, по их договору, начиная с июля месяца, мне должны были ежемесячно выплачивать по 80 тысяч. Но с июля мы так и не получаем. От безысходности Толеген Бесимбек решил обратиться в областной Акимат. Поддержать коллегу по цеху пришли более 10 человек. Таким образом, на встрече с представителями власти шахтерам пообещали помочь разобраться с этой проблемой. Конокрады в погонах. 35 голов лошадей угнали у скотовода в поселке Мустафино. Потерпевший обвиняет в краже сотрудников местных правоохранительных органов. Как считает скотовод, хитрые уловки, которые полицейские применили в ходе кражи, могут оставить его без табуна. В истории разбирался Ида Ибраева. Деме Успанов в поселок Мустафино переехал совсем недавно. Однако стать своим среди чужих у него не получилось. Чтобы прокормить свою семью, мужчина занялся разведением лошадей. Но сегодня будущее трех детей остается под вопросом. От 35 голов скота осталось только 6. Я не знаю. Может из-за того, что я переехал сюда, новенький. Из-за этого, не знаю. Никаких этих не было. 6 голов нашлось. Вот мы изъялись с сотрудниками ФИМ-полиции, изъяли с подхоза. Потом 25 августа они мне возвращают 18 голов. Возвращают. Берут с меня расписку, якобы возвратили, что я получил. И 7 сентября опять лошади исчезают. Вот таким нехитрым способом сотрудник Тельманского РУВД господин Абдрашитов постепенно обкрадывал скотовода. По словам Жасулана Баймульдинова, помогавшему родственнику пасти скот, полицейские изъяли еще 16 лошадей без каких-либо на то документов. Сперва одна голова пропала. Потом нашли в камышах зарезанную. Потом буквально дня через два, через три, зять говорит, ушло 18 голов. Он уехал искать их. И потом 11 августа, да, 11 августа, пришел вот Абдрашитов ко мне домой, Ибрагимов и еще сотрудники. Забрали меня с дому и сказали, что скот ворован. Я им сказал, вам же все предоставлялось, вы что бы придумывать. Они сказали нет. Говорят, завтра приедут, хозяева посмотрят. Если, говорит, там не обнаружат ворованный скот, заберешь их постиг. И забрали 16 голов. Вернуть лошадей Демио Успанов сначала пытался своими силами, но без толку заявление в правоохранительные органы тоже бездвигов. Против оборотней в погонах спорить бесполезно, говорит мужчина. Уголовное дело возбуждено в одном лице, в одном человеке. Вот замначальника следственного отдела. А фактически их группа была. Когда они вот эти 16 голов незаконно забирали, перегоняли, их там несколько человек было. Был Ибрагимов, был еще один сотрудник, фамилию я не знаю. Они наглым образом перегоняли. А вот семья полицейского, обвиняемого в краже в Канакрацве, обвиняют самого хозяина украденного табуна. Они на коленях просили, чтобы не возбуждали дело. Мой сын это был. Мой сын возбуждал это дело. Они пришли в Баймульдину. Было такое? Не было такого. Ну, не было. Здравствуй, мой дорогой. У меня заявление поступило. Нет заявления в прокуратуре. Там все здесь. Это уже возбудили после, когда сотрудники украли лошадей. Когда сотрудники украли лошадей, они начали вот это, на меня вот это все. Я тебе скажу, когда это произошло? Это произошло у вас в июне? Агатай, я не хочу с вами ругать, а ничего. Огнестрел произошел в июне. Сегодня запутанное дело под рассмотрением областной прокуратуры. Абдрашитов, обвиняемый в краже, находится под следствием. Однако, как развернется ход событий, еще неизвестно. Только вот потерпевший Демео Спанов явно чего-то боится. Дом я бросил, потому что мне один свидетель сказал, Демео, они тебя подставят, они хотят тебя уничтожить. Поэтому я отсюда с семьей уехал, переехал. Я сын юриста, у меня отец был, судья. Здесь, в Тельманском районе, был председателем суда. Я воспитал своих детей в таком же духе, как он меня воспитал. И я не мог такого позволить своему сыну где-то воровать. Он не может солому во дворе не поднимать. Аида Ибраева, Толеген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Время рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – акцидофилин Бактерии акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют акцидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Последний урок. Семиклассница Вероника Овсянова сломала поясницу, выполняя упражнения на уроке физкультуры. Родители школьницы до сих пор не могут добиться справедливости. Состояние девочки с каждым днем ухудшается, а виновник ходит на свободе. Спустя год близкие просят, чтобы физрук ответил за то, что их ребенок стал инвалидом. В школьных проблемах разбиралась Мирамгуль Салкибаева. 13-летняя Вероника с малых лет мечтала стать танцовщицей. Посещала хореографические кружки, а по физкультуре у девочки были хорошие показатели. Слово было примером для подражания. Однако мечты таки остались мечтами. Хоть и прошел год, Вероника Овсянова помнит тот день, как сейчас. В феврале прошлого года преподаватель физкультуры заставила девочек сделать отжимание. Со слов Вероники, она несколько раз говорила о болях в пояснице. Однако та ее не послушала. Мы проиграли мальчиком в баскетболе, она нас наказала. Мы легли на лавочку и начали качать пресс. Я как бы была самой спортивной из класса. И не знаю, мне в этот день, когда я качала пресс, спина заболела. Я говорю, мне больно. Она говорит, ты слабачка, ты была же такая спортивная. А сейчас вообще они же приняты. Она как-то, когда я лежала в больнице, приходила ко мне и говорила, у меня тебе не прокурор, чтобы задавать вопросы. Но мы еще встретимся. Как рассказывает мать школьницы Наталья Овсянова, они даже пытались пойти на примирение с учителем. А физрук, вместо того, чтобы помочь нечастной семье, несколько раз угрожала девочке. Поначалу мы, знаете, с учительницей разговаривали, хотели на примирение, все нормально, что по-человечески. Но мы тоже люди понимаем, у всех может такое случиться. Ну как бы она тянула, тянула. Нам вот гипс поставили. Пять месяцев мы полностью, все тело было в гипсу. Ходили, она как бы говорит, давайте снимем гипс, посмотрим, что там будет, как там будет, тогда я, может, вам помогу. Однако педагоги данной гимназии утверждают совсем другое. Упражнения, которые сказала выполнить физрук, ученики делают на каждом занятии. Трагедию они объясняют тем, что, возможно, перелом поясницы у девочки случился от сильной нагрузки. Ведь Вероника посещала и другие кружки. Вероника всегда делала именно это упражнение больше всех и быстрее всех. Да, она сказала. Это контрольное упражнение из программы по физкультуре. И наоборот, я поставила в пример Веронику в тот момент, когда делали все упражнения другой девочки. И жалоб в этот момент, когда она выполняла упражнения, вообще нет. Директор учебного заведения в свою очередь не отказывается помочь. Наоборот, с ее слов оказать семье любую помощь только в радость. В том, что случилось, она никого не винит. Любое горе наших родителей, связанное с детьми, это и наше горе. И я так думаю, что весь наш коллектив педагогический и, может быть, даже и родительский коллектив вместе с учениками, мы будем точно так же на этот фонд собирать деньги на этот счет. На сегодняшний день 13-летняя Вероника передвигается с помощью костылей. Поясница начинает ее тревожить в ночное время. По словам Натальи Овсяновой, операцию нужно сделать в самое кратчайшее время. Хирургическое вмешательство, которое будет проходить в Новосибирске, стоит 5 миллионов тенге. А общий доход семьи – всего 50 тысяч тенге. Мирамгус Алкимбаева, Тулиген Рашид Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Семья Овсяновых просит всех неравнодушных карагандинцев перечислить денежные средства на счет, который вы видите у себя на экранах. Бросил окурок, заплати штраф. Теперь полицейские будут наказывать заброшенную сигарету в неположенном месте. Сотрудники ДВД области уже успели задержать мелкого хулигана. В рамках акции «Мы за чистый город» полицейские выявили 38-летнего мужчину, который бросил окурок в общественном месте. Суд назначил некультурному гражданину штраф в виде 5 тысяч тенге. В Караганде началась решительная борьба за чистоту города. Хоть и горожане знают, что сорить на улице нельзя, однако выбрасывать мусор продолжают. Куривший мужчина стоял рядом с урной, однако курок он бросил мимо. Некультурный житель города не знал о том, что мусор в общественном месте бросать нельзя. Действия его попадают под статью «Мелкое хулиганство». Клянусь тебе, я только в урну буду кидать. Данный материал будет направлен в эту статью, мы в суде рассмотрим данное дело. Хорошо? Статья предусматривает, чтобы штраф, либо арест. Штраф от 3 до 10 МРП, арест административный. От 1 до 10 суток. Первым делом на данного мужчину был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Шокированный арестованный говорит, кидать мимо урны он больше не будет, рука не поднимется. Однако поверить в это очень тяжело. Я абсолютно не знал. Если знали, вы не бросали? Я клянусь, я всегда дома, даже не дома, возле подъезда кидаю в урну. Теперь 38-летнему мужчине придется раскошелиться примерно на 5000 тенге. Правонарушителю крупно повезло. За данную статью могли бы наложить и арест. Так утверждают хранители правопорядка. Вы бросили окуры, как выкуренные сигареты. Суд полагает, что ваша вина обмененного правонарушения нашла свое полное подтверждение в ходе рассмотрения дела. Подтверждается как вашими признательными показаниями, так и письменными материалами дела. При наложении в искание суд учитывает ваше семейное положение, то, что на данный момент вы нигде не работаете. Кроме того, суд учитывает, что в течение года вы впервые привлекаетесь к административной ответственности. В связи с чем суд считает возможным не применять в отношении вас санкцию в виде административного ареста, ограничиться штрафом в размере трехмесячных расчетных показателей. Суммарно это будет 5193 тенге. Борьба за чистоту в регионе развернулась серьезно. Рейдовые мероприятия полицейские проводят ежедневно. Нарушителей ищут не только на центральных улицах, но и во дворах. Мирамгут Салкимбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. 852 добровольцев в помощь полиции. С их помощью в прошлом году было раскрыто свыше 90 преступлений, выявлено более полторы тысячи правонарушений, сообщает пресс-служба ДВД региона. На территории области содействуют в охране общественного порядка 8 студенческих отрядов, 73 отряда САКШИ, 45 советов общественности при участковых пунктах полиции и 19 служащих различных организаций и предприятий. Общественные помощники необходимы полиции. Благодаря таким инициативным гражданам раскрываются десятки преступлений. К примеру, с участием студенческих отрядов в этом году было раскрыто два преступления и выявлено 200 правонарушений. В отряды помощников полиции вступают не только учащиеся юридических факультетов. К примеру, подписали меморандум о сотрудничестве в Караганде, пять вузов среди которых Каргу, КарГТУ, КГМУ, КЭУ и Болошак. Ежедневно в областном центре охранять общественный порядок выходят 128 студентов. В Тимиртау 30 студентов Карагандинского государственного индустриального университета, а в Жасказгане 6 студентов Жасказганского университета поддерживают в своем городе покой и порядок. В этом году из областного бюджета выделено более 3 миллионов тенге на поощрение граждан, участвующих в охране порядка. Студенты в составе этих студенческих отрядов, они дежурят, обеспечивают порядок в учебных корпусах. Соответственно, у чекового инспектора полиции оказывает в этом содействие, осуществляется периодически совместное дежурство, совместное патрулирование. И сотрудники полиции ежемесячно подытоживают итоги этой работы, соответственно дают рекомендации. Аким вышел в народ. Накануне состоялась отчетная встреча главы города с жителями Октябрьского района. Беречь, приумножать, трудиться – это формула успешного социально-экономического развития Караганды, так считает Мирам Смогулов. Около 400 человек собрались в ДК Нового Майкудука, чтобы узнать о достижениях областного центра за 2012 год. К слову, в ходе встречи Аким отвечал на самые неудобные вопросы от местного населения. В своем отчете Мирам Смогулов остановился на основных направлениях социально-экономического развития Караганды в году минувшем. В городе ремонтируют и возводят новые многоэтажки. Проходит масштабный ремонт дорог. Только в прошлом году на 63 улицах города устранены ямы и неровности. Произведен средний ремонт 31 дороги, включая внутриквартальные. Выстроена новая трасса, соединяющая Юго-Восток с Майкудуком. Отметим, что 2013 год объявлен годом дорог, а значит работа продолжится. В 2012 благоустроены 133 дворовых территории, из них 33 по программе модернизации ЖКХ. Реконструировано 9 городских скверов. Открываются новые спортивные комплексы, стало меньше безработных. По вопросу трудоустройства в госорганы города обратилось более 11 тысяч человек. Из них свыше 90% были трудоустроены. Материальную помощь на открытие собственного дела получили более 40 желающих. Во всех достижениях нашего города, будь то открытие новых производств, социальных объектов, строительство жилья, создание новых рабочих мест, улучшение жизнеобеспечения, прежде всего и заслуга каждого из вас, вашего ежедневного упорного труда. В ходе отчетной встречи Мирам Смоголов едва ли успевал отвечать на вопросы жителей. Как и прежде, карагандинцев волнуют вопросы жилья, благоустройства, занятости. А были даже и такие. Поднимать тариф на проезд пока, конечно, никто не будет. А вот предложение отпраздновать день города летом еще рассмотрят. Такое ноу-хау предложила карагандинка. Она считает, юбилей города в следующем году нужно отметить в августе вместе с Днем шахтеров. Возможность отметить этот праздник летом позволит нам сделать этот день ярким, праздничным, может быть, какой-то канавал провести. И тем более день шахтеров, который существует в августе, является таким народным праздником для всего нашего города. Мы будем очень рады, что это все время. На большую часть вопросов были даны ответы. Часть из них будет включена в план предстоящей работы. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Ноу-хау в карагандинской медицине. В областном медицинском центре новое оборудование. Сегодня карагандинские эскулапы продемонстрировали журналистам особенности нового операционного микроскопа. С помощью него уже проведены первые операции, которые прошли успешно. Один из первых пациентов – 47-летняя карагандинка. У нее опухоль головного мозга. Доброкачественное образование по меркам медиков считается гигантским – более 5 сантиметров. Микроскоп полностью автоматизирован. С его применением нейрохирург может с большой точностью контролировать свои действия и исключить возможность нанесения операционной травмы здоровым тканям, рассказывают хирурги. В год мы делаем порядка 150 операций по удалению опухолей мозга головного. А вообще 600 операций производится в нашем отделении в год. Это только в отделении плановой нейрохирургии. А еще есть отделение нейротравмы, где производится порядка 300 операций. То есть в год, я так думаю, может быть на цифру 900-1000 операций. Отделение нейрохирургии областного медицинского центра может гордиться новым оборудованием. Высокотехнологичный операционный микроскоп немецкого производства – второй в Казахстане и единственный в нашем регионе. Этот микроскоп является экспертным в своем классе и является настоящим самопередовым микроскопом при применении нейрохирургии. Операции проводятся на периферской нервной системе при образовании головного мозга и при лечении периферской нервной системы. Операция длится по меньшей мере 4 часа. На реабилитацию пациенту необходимо всего лишь неделя. До появления нового оборудования оперировали с помощью старого микроскопа. Операционный микроскоп обошелся медицинскому центру в 50 миллионов тенге. В месяц здесь планируют проводить в среднем более 50 операций. Ирина Камышова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!